Это читатель. В общем, читатель — это для меня святое. Вот такой вот один из трех любимых читателей, и я к нему обращаюсь. Эдди, я тебе сейчас признаюсь, я ненавижу литературу. Я ей отравлена с отрочества. Мне стыдно, что я не могу не писать. Писатели, они как актеры, такие же проститутки. Ах, нет, есть некоторые, а все равно стыдно, потому что... А он пишет. Да, Ирина, я предполагала, что с литературой у вас не самые простые взаимоотношения. Вы правы в том, что лицезеев и сочинители частенько хоронили за пределами церковных кладбищ. Но, с другой стороны, писать для вас так же, естественно, как и ходить. По крайней мере, литература для вас — естественный способ изложения собственных мыслей и чувств. И, кроме того, пишите вы очень даже хорошо. И, исходя из того, что я вас прочитала, смею заметить, что ваш литературный минотарь служит вам, а не кому-нибудь другому. Так что все не так уж и плохо. Все просто отлично. Особенно сейчас, когда я пишу все это. 20 на 200 — это давление. Я ощущаю некую ответственность за то, что пишу к вам. Это он. Мы ждем ваших новых строк. Собственно, мы в какой-то мере провоцируем вашу откровенность. Я понимаю, что вы все равно напишите то и так, что и как хотите написать. Скажите то и так, что и как хотите сказать. Но от этого наше ожидание не перестает быть менее определенным. И есть такая поэтесса Ольга Арефьева. У нее есть песня «Она сделала шаг». Вот из нее и цитата. Душа, как трава, развивалась ветрами. И волосы волнами бились осетий. Она раздевалась, не ведая грани. Между человеком нагим и одетым она играла, не зная правил. Она падала вверх и разбилась о небо. Она не искала волшебного края. Она была там, где никто больше не был. Она сделала шаг. «Ирина, — сказала мне Бланка поутру, — если есть люди, которые тебе такую пишут, это значит к черту давление. Слушайте к врачей побольше». Я вот, например, вообще к врачам не хожу. Была в последний раз, когда Алишка рожала. А там у Алишка уже лет 13. Мне тогда врач сказала, «Ваше тело вас милует». Я тоже умею философствовать. Ты не смотри, что я фруктами торгую. Я ответила, что я зато свое тело ненавижу. Бланка — чешка. Чешка, которая стала мне подружкой. Все лето мы простояли бок о бок. Она на двух тогах, а я рядом в улочке. Как она расправляется с ящиками клубники, черешни, абрикосов и персиков? Как она расправляется с покупателями, которым товар кажется дороговат? «Паня!» — кричит она, торопевшей старушке. «Двадцать крон за килограмм черешни платилась тогда, когда я училась в четвертом классе». Бланке 55, старший сын ее фотограф, средний, сидит в тюрьме за распространением наркотиков. Младшему Алишку 11, как моему Владику. Его отец Алиш на 15 лет младше Бланки. Дочка была бы на два года младше старшего, но ее в пятилетнем возрасте сбил на смартфон кружевик в Сирии в скупках, где Бланка тоже пожила чуть ли не за визирем по дешаха. Бланка пьет, не просыхая, притом работает, как проклятая, с шести утра до семи вечера, без выходных. Но такого душевного человека я еще среди чехов не встречала. К черту давление. Кроме того, за пять бесплатных экземпляров 16-го альманаха, в котором я начала публикацию маков, я обещала Левицкому развернутую рецензию на весь графоман в целом. Так что на призвую голову дело пошло бойчея, тем более открыла для себя Левицкого не только, как к юмористу. В ходе визита, сколько Путина, было отмечено значение русской культуры, литературы и русского языка в развитии взаимопонимания между славянскими народами. Как раз этой целью и служит наш альманах. Но пока что развитию русского языка и литературы реально помог только пражский магистрат, выделивший бонус на издание нашего альманаха. Большое ему спасибо. Магистрату, конечно, спасибо большое, но еще больше нашему Путилицкому, иначе бы не пришлось сэкономить птицовичу крон. Я перевалпатила все 15 номеров. Для читателя, думаю, будет любопытно опубликованная в 11 номере перепалка Стариковского и Левицкого. Я не могу пройти мимо такого бесцензурного диалога. Диалог. Относительно Савельева у меня тоже все предельно ясно, писал Леонид Стариковский после очередного заседания СРП и презентации своей книги. Если человек болен, то это надолго. А реакции публики повеселились. Все же таки лучше, чем ругаться. Вместе легче прорваться, чем в одиночку. Не понимая этого, главная ошибка всего нашего СРП, Союза русских личных писателей, отвечал Левицкий. Лично я считаю ошибкой совсем иное, говорил Стариковский. Организация, в которую принимают без всякого конкурса и отбора, да еще чуть ли не походя присваивают звание писателя, в которую собираются совершенно случайные люди, большинство из которых мало талантливы, в скобках это самое мягкое слово, и малообразованы, а часть еще и не совсем адекватна, при любых стараниях не может иметь нормальный имидж, профанация и делентоизм. Это же касается и альманахов, которым публикуются лишь бы что, что и прочесть. Это невозможно, тем более показать, рекомендовать читать другим. Мне интересно, ты сам-то хоть читаешь материалы, которые публикуешь? Мне, например, после последнего заседания совсем не хочется больше приходить, чтобы потом еще два дня болеть головой. Извини за резкую критику, накипело, нападал Стариковский. Досталось и РЦНК, который тебе же и предоставил возможность провести презентацию своей книги. Надеюсь, его, свой вечер, ты не считаешь профанацией и дилетантизмом. Возникает вопрос, а кто же тогда талантливый, образованный, здоровый и неадекватный? Адекватный, адекватный! Я хочу знать этого человека! Отвечал Левицкий. А лох хотел осорать мне. Вы что, не знаете этого человека? И не узнаете. Сейчас я выступлю не по теме. Надоело мне по теме выступать. То есть такое происходит. Я вам не банга, дорогие читатели. Пугать никого не собираюсь, но... Целый месяц с Чешской республикой искали одного девятилетнего мальчика. Звали его Икрубом. Кубиком, как сына Ирки, владелец останка с фруктами, у которого работает Бланка. Нашему Кубику шесть, как моему Франтику на днях исполнилось, а тому было девять. Ушелся-то в школу, и из школы не пришел. Всей республикой с ног сбились. Нашли мальчика мертвым в какой-то речной притоке три дня назад. Изнасилованного и удушенного, а потом сброшенного в воду. Слава чешской полиции. Нашли убийцу, насильника. Все газеты пестрят фотографиями. Уебищем, уебищем. И пусть мне мама посоветует что-либо про нехороший, ненормальный человек. Пообещал мальчику диски с компьютерными играми, у него в общежитии их навалом. И он пару дисков готов подарить. Вот что себе думают девятилетние чешские мальчики. Что нельзя ни одному дяде верить, ни его посолам, ни его честным глазкам. Меня еще Валентина Разлучница предупреждала, что педофилы умеют так мозги заподрить, что и взрослый человек не сразу померут, кто перед ним. Что же касается девятилетнего мальчика, прощая детство. В общем, это уебище все еще и на камеру сняло. Еще с десяток кассет у него нашли, с другими мальчиками, еще в Словакии, которых родители еще раньше потеряли. Как жить этим родителям теперь? Что делать матерям, как не сходить с ума? Возникает масса вопросов. Как отпустили это чмо из Словакии? На каком основании его поселили в общежитии Чешской Республики? Куда смотрел вахтер общежития? Где были соседи? Ведь не мог мальчик совсем как рыба молчать по-французски. А главное, зачем? Литература.